Орловские власти обратятся в Минздрав Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможности выделения средств на строительство и реконструкцию ряда объектов. В списке строительство лечебного корпуса Троснянской ЦРБ, поликлиники в Должанской ЦРБ, Блочиной, Котельной, Крамской ЦРБ и ряд других объектов. Как отметил Павел Сурмиевич, для Орловской глубинки сейчас наиболее актуальна проблема ранней диагностики заболеваний. Некоторые регионы пошли по пути приобретения мобильных ФАПов. Это такие регионы, как Пермский край, Оренбургская область, Свердловская область. Там, где у нас ветки ФАПы, там, где у нас нет медицинских работников средних. Можно будет посылать автомобиль два раза в неделю, три раза в неделю. Поликлиника на колесах сегодня имеется у Детской областной клинической больницы. Орловская область стала первым российским регионом, в котором начала работать передвижная детская поликлиника, оборудованная по последнему слову техникой. Уникальный проект разработан с учетом всех требований орловских медиков. Полный комплекс обследований, функциональная диагностика, электроэнцефалография, электрокардиография, ультразвуковая диагностика. То есть, в принципе, весь, не просто консультации специалистов, весь пакет обследований, который одномоментно позволяет пройти. Вадим Потомский поручил рассмотреть разные варианты приобретения мобильных комплексов для диагностики сельских жителей. Понятно, что это долго, потому что своим бюджетом, ну, достаточно сложно это будет приобрести. Тем не менее, надо думать над этим. Главное, чтобы понимать, где это производят. Владимир Федорович, подберите эту организацию с своими предложениями и уже, так сказать, чтобы было что просить. Хорошо? В рамках той или иной программы, которая есть по Минздраву. Продолжение следует...